В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было немало, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Актуальный разговор о религиозно-нравственном воспитании детей дошкольного и школьного возраста. В Брестском государственном университете имени Пушкина прошла региональная научная конференция. Образовательный проект, основная цель которого изучение культурных и языковых особенностей Китайской Народной Республики, стартовал в 28-й средней школе областного центра. В учебном заведении был торжественно открыт кабинет Конфуция. 222 участника из 12 белорусских университетов и 12 высших учебных заведений России доказали, что спорт – это не только жажда победы любой ценой и сладкий миг восхождения на пьедестал. В течение пяти дней в городе над Бугом проходила спартакиада студенческой молодежи союзного государства. Об этом и не только прямо сейчас. В Бресте пройден первый этап кампании по выборам депутатов местных советов 28-го созыва, которые пройдут 18 февраля 2018 года. На текущей неделе завершилось выдвижение представителей в состав городского избирательного комитета. В их состав, как правило, входят представители политических партий, общественных объединений, члены трудовых коллективов, а также граждане. Утверждение состава Брестской городской избирательной комиссии стало главной темой совместного заседания Брестского горосполкома и Президиума Брестского городского совета депутатов. На повестке дня образования избирательной комиссии по выборам депутатов Брестского городского совета депутатов 28-го созыва. Основная задача комиссии – подготовить избирательный процесс в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. Проведение выборов в местные советы в городе Бресте – это будет координационная комиссия в рамках всего города. Комиссия рассмотрела 20 кандидатур, из которых были выбраны 13. Среди них – представители общественных организаций «Белорусский союз женщин», «Союз офицеров» и «Белорусского республиканского союза молодежи» – ветеранской организации. Делегировали своих представителей Брестское городское ЖКХ, поликлиника номер 6, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района и профсоюз работников образования и науки. Еще четыре кандидата представят в избирательной комиссии городскую общественность. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 10 декабря. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. 9 октября 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ номер 364 об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности, который входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности. Данный законодательный акт максимально расширяет перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. С подробностями Лариса Смолович. В Беларуси продолжают создавать благоприятные условия для осуществления и развития ремесленной деятельности. 364 указ, еще одно тому подтверждение. Этот документ ждали и вышел он весьма вовремя. Благодаря ему снимаются ограничения по наименованиям предметов, изготавливаемых по многим видам ремесленной деятельности. В список этот включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда. Данное законодательное новшество уже оценили ремесленники. Просто замечательный указ. И разработчики этого указа действительно постарались и создали такой документ, который позволяет теперь ремесленникам работать без совершенно проблем, которые существовали раньше. В указе практически прописано все. А самая главная строчка указа – это последние три слова, которые говорят о том, что теперь ремесленникам можно делать все, что не запрещено законом. А почитать о том, что нельзя делать ремесленникам можно в следующем указе президента – это 337 указ о самозанятости. Вот то, что можно делать самозанятости, оплачивая единый налог, то нельзя делать ремесленникам. Поэтому очень удачный, очень хороший указ. Сегодня в Беларуси зарегистрировано порядка 23,5 тысяч ремесленников. Министр экономики Владимир Зиновский уверен, что с принятием указа эта цифра может увеличиться вдвое. Уверены в этом и в Московской администрации Бреста, где зарегистрировано около 1200 ремесленников. После принятия документа уже чувствуется ажиотаж, приходят, интересуются всеми нюансами. Людей устраивает прежде всего легкое оформление по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы физлицам заниматься ремесленной деятельностью, не нарушая закон, необходимо, во-первых, встать на учет в налоговом органе, оплатить ремесленный сбор и оформить в установленном порядке книжку учета проверок. Ставка ремесленного сбора составляет одна базовая величина в год. При этом ставка не меняется в течение года и не увеличивается в зависимости от того, вы применяете, вернее, осуществляете один вид ремесленной деятельности или несколько. Впервые зарегистрированным ремесленником ставку необходимо будет оплатить до начала осуществления деятельности. В последующем можно оплачивать ставку не позднее 28 декабря текущего года. Например, уплата сбора за 2018 год должна быть произведена не позднее 28 декабря года текущего. Размеры его составляет одну базовую величину – 23 белорусских рубля в год. И это при том, что можно осуществлять не один, а несколько видов ремесленной деятельности. Вернемся в волшебную лавку ремесленников, расположенную в Бресте на улице Островского. Представлены здесь работы поистине великолепны. Приобрести подарок Новому году к Рождеству можно на любой вкус и кошелек, а главное, он будет в единственном экземпляре. Руководители организации думают наперед и уже осуществили ряд шагов, которые поспособствуют наряду с указом о развитии. Одним ремесленникам тяжело справиться с теми проблемами, которые существуют в ремесленной деятельности. Поэтому буквально месяц назад мы создали новый союз, в котором ходят ремесленники, работодатели и предприниматели. И вот такое объединение усилий, наверное, даст положительные результаты и скажется и на экономических показателях нашей страны, и, наверное, поможет ремесленникам в том, чтобы создавать какие-то новые, красивые и оригинальные поделки. Реализовывать свои изделия ремесленники имеют право в строго установленных местах торговых, на рынках, на ярмарках, а также путем заключения гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями и с юридическими лицами. Указ номер 364 принят в целях дальнейшего развития народных промыслов, а также вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости. Акцентируем, документам предусмотрено расширение перечня видов ремесленной деятельности и перечня материалов, снято ограничение по технике при декорировании предметов и еще. Основным нововведением указа является то, что ремесленникам предоставляется право торговли не только на рынках и ярмарках, но также в своих мастерских путем почтовых переводов по почте, а также путем размещения рекламы в сети интернет. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. О религиозно-нравственном воспитании детей дошкольного и школьного возраста говорили накануне в Брестском государственном университете имени Пушкина. Тему обсуждали в рамках региональной научной конференции. С докладами выступили порядка 40 человек, в их числе представители православной церкви, преподаватели и студенты белорусских университетов, специалисты в области психологии и истории, а также иностранные гости. Подробности в следующем материале выпуска. Воспитание ребенка – процесс тонкой настройки, требующий от ближайшего окружения, будь то родителей или учебное заведение, подготовки, собранности и ответственного подхода. Особенно сегодня, в период, когда, по мнению многих, размыты грани даже основополагающих понятий, добра и зла, порой совершенно непонятно, как вести себя и взрослому человеку, не говоря уже о представителе подрастающего поколения, только-только познающем мир. Будет обсужден целый ряд злободневных вопросов. Это, начиная от взаимодействия органов государственной власти, церкви, учебных заведений, семьи, науки в деле духовно-нравственного воспитания. Это использование историко-культурного наследия в воспитании молодежи. Это опыт приходских организаций в воспитании молодежи. А также целый ряд других вопросов по профилактике девиантного поведения молодежи, о профилактике противодействия деструктивным сектам и многие другие вопросы. В ходе мероприятия участники не раз возвращались к теме влияния церкви на процесс становления личности. Многие ученые и люди, которые занимаются исследованиями в этой области, уверены, вера помогает подростку найти ответы на многие жизненные вопросы, построить прочный фундамент морали и нравственности. К сожалению, нравственность падает. То, что вчера было нельзя, сегодня обворачивается в красивую обложку и преподносится как некое благо. На самом деле оно вредит человеку. И то, что мы видим в мире, что творится в мире, ведь посмотрите, как жизнь человека перестала вообще что-нибудь стоить. Убить человека – это ничего не значит. Это страшно, ведь никто не может этого сделать. Ну и другие все вопросы. Вопросы семейные, отношения к семье, отношения к родителям, отношения к детям, отношения к родине, отношения к своему – это все требует, чтобы все мы напомнили, и церковь, и государственные власти, напомнили людям их предназначение здесь, на земле. Неокульты, или, как их называют чаще, секты также оказались в центре внимания участников. Растущий, неокрепший организм особенно подвержен влиянию извне, как физическому, так и моральному. Именно поэтому подростки наравне с людьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию, входят в особую группу риска. Представителям деструктивных организаций оказать на них влияние очень просто. Эта наибольшую опасность представляет для молодежи и для социально уязвимых групп. В первую очередь, одиноких людей. Вот бывает ситуация, одинокий человек, у него нет родственников, у него практически нет друзей. Я встречал людей, у которых в сотовом телефоне, в записной книжке три номера – мама и еще какие-то два человека. И когда на это смотришь, понимаешь, что действительно человек очень одинок. А тут оказываются люди, которые говорят ему «брат, приходи к нам», окружают его вниманием, окружают его заботой. И он уже даже не задумывается о той идеологической или теоретической, духовной составляющей, которую несет в себе эта организация. Поэтому уязвимых групп очень много. Мероприятия, в центре внимания которых находится процесс воспитания, в университете проходят регулярно. Участие в них принимают не только люди взрослые, но и сами подростки, что, к слову, само по себе является хорошим знаком. Напоминать время от времени человеку необходимо правильный ориентир по жизни, правильный путь, потому что путей, которые уводят с правильного пути, много. И чтобы никто не заблудился, чтобы по этому пути люди шли, вот мы сегодня собрались для того, чтобы напомнить всем нам, как правильно жить. Я думаю, что вот этот заинтересованный разговор должен послужить как раз толчком к нашему сотрудничеству, к использованию наших знаний, нашего опыта в воспитании подрастающего поколения. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Торжественная церемония, посвященная открытию кабинета Конфуция, состоялась в областном центре Брещины. С начала учебного года он уже функционировал на базе 28-й Брестской школы. Однако мероприятие «Старт» решено было провести немного позже, когда деятельность войдет в рабочую колею, и все формальности будут улажены. Накануне праздник состоялся. Тему продолжит Анастасия Стропко. Изучение китайского языка и культуры сегодня не просто модный тренд. На языке жителей Поднебесной говорит без малого пятая часть населения земного шара. Китай стремительно развивается. И именно там сегодня происходят экономические сдвиги, влияющие на многие мировые процессы. Знание китайского языка – весомое конкурентное преимущество на рынке труда. Понимают это и в 28-й Брестской школе. Уже несколько месяцев здесь функционирует кабинет Конфуция. Образовательный проект, основная цель которого – изучение культурных и языковых особенностей Китайской Народной Республики. Когда мы только начинали, порядка 160 детей занималось китайским языком. В настоящий момент буквально за полтора месяца это уже более 210. У нас работают два волонтера с Китая, и дети работают, скажем так, самостоятельно на таких общественных началах. Проект «Классы Конфуция» в Беларуси реализуется более 10 лет. Процесс координирует несколько вузов, в их числе Университет физической культуры. Именно с этим учебным заведением связано появление кабинетов класса «Конфуция» в 28-й школе и учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад» начальная школа номер один города Бреста. В нашем университете он имеет особенность. Помимо того, что мы знакомим всех беларусов с китайским языком и с китайской культурой, мы также заинтересованы в том, чтобы беларусы вели здоровый образ жизни, поэтому мы знакомим их с традиционными китайскими техниками – ушу, тайцзицуань, искусство чайной церемонии. И в перспективе хотим начать также знакомить их с традиционной китайской медициной и реабилитацией. Наша основная задача, чтобы людей, иностранные люди, выучили китайский язык. Сейчас хорошее время именно всех в мире учиться китайский язык. И еще для нас хорошее время, момент именно Беларусь и Китай сейчас находятся на самом лучшем время друг с другом. К слову, погрузиться на некоторое время в атмосферу китайского праздника учащиеся и гости 28-й школы смогли уже в рамках церемонии открытия кабинета Конфуция. Несколько необычных для беларусского зрителя сценических номеров придали официальному мероприятию ярких красок, сделали его незабываемым. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Спорт – это не только жажда победы любой ценой и сладкий миг восхождения на пьедестал. Соревнования – хорошая возможность значительно расширить свой кругозор и найти новых друзей. Пять дней город над Богом принимал спартакиаду студенческой молодежи союзного государства. В Брест приехали 222 участника из 12 белорусских университетов и 12 высших учебных заведений России. Молодых атлетов принимали на лучших спортивных сооружениях города. Соревновались участники в трех видах – плавании, мини-футболе и волейболе. Наш корреспондент Ирина Ольшова пообщалась со спортсменами и тренерами Белоруссии и России. Спорткомплекс «Олимп» стал центром притяжения волейбольных амбиций российских и белорусских студентов. Игровиков разделили на две подгруппы, в которых они играли по круговой системе. Сильнейшие команды из двух стран настраивались на победу, выигрывали не только опытом, но и психологией. В уровне соревнований достаточно неплохой, и соперники тоже, в принципе, неплохие. Мы ожидали, что, честно, будет команда немножко послебее, но Белоруссия достойно представлена. Нешутошные страсти разгорелись и на соревнованиях по мини-футболу. Спорткомплекс «Виктория» стал ареной для битвы опытных студенческих команд двух стран. За плечами у каждой немалый опыт участия в международных турнирах. Турнир очень удивил нас тем, что уровень очень высокий, особенно уровень белорусских команд, и так не только в мини-футболе, а в плавании, в волейболе. Турнир белорусских команд показал очень высокие результаты. Студенты участвуют, получают практику игровую. Встречаемся с россиянами, что тоже очень интересно. Потому что своих мы знаем, мы со своими встречаемся периодически. С россиянами тоже интересно получить международный опыт. Хороший опыт получили спортсмены двух стран и на дорожках Дворца водных видов спорта. В плавании медали разыгрывались в личном и командном зачете. Среди участников заплывов кандидаты и мастера спорта. Для одних это дополнительная соревновательная практика, для других новый опыт и дебют на международных стартах. Международные соревнования, конечно, я впервые на этих. И это очень большой опыт познакомиться с другими спортсменами из других стран, общение, узнать много нового. Как тренируются спортсмены здесь, как отличается их уровень подготовки, тренировки, а также стартов. Это довольно хороший опыт. Тяжело, можно сказать, не было, потому что соревнования проходят такого масштаба довольно-таки часто, но то, что принимает нас Белоруссия, это впервые и очень интересный опыт. И для нас, мне кажется, для Белоруссии. 24 команды стали участниками яркого и красочного закрытия спартакяды студенческой молодежи союзного государства. Соревнования прошли на высоком уровне и получили высокую оценку как со стороны участников, так и организаторов. Главная задача сплочения народов через молодежь и спорт достигнута. Спартакяды проводятся в четыре этапа, то есть два этапа проходят на территории Российской Федерации, два этапа проходят на территории Республики Белоруссия. Ну и, конечно же, это пропаганда идеалов и олимпизма, и в то же время обмен опытом, дружба между университетами. Уровень команд был достаточно интересным, и финальные соревнования по мини-футболу вызвали такую серьезную борьбу. И это говорит о том, что, наверное, проведение таких мероприятий, оно должно быть, и их нужно проводить для того, чтобы ребята встречались и имели возможность в следующий раз встретиться и доказать, кто это все-таки сильнейший на площадке. Спортсмены из белорусских и российских вузов по очереди поднимались на пьедестал почета. Большую часть призовых мест завоевали представители синеокой. Дома, как говорится, и стены помогают. Ехали за первым местом, немножко не повезло в финале. Я считаю, что результат закономерен, что хотели, то и получили. Я считаю, что это очень важно, во-первых, потому что идет сплочение народов. Мы братья, русские и белорусы. Я считаю, что их нужно проводить ежегодно и как можно часто привлекать очень много университетов. Я считаю, что будет все здорово, и мы будем дальше так проводиться. И в плане будет все здорово. Соперники на площадке, а вне игры хорошие друзья. Спортсмены из Российской Федерации вместе с памятными сувенирами и медалями увезут из Бреста не только массу впечатлений и приятные воспоминания о нашей стране, но и важный спортивный опыт. Это интересная борьба, новый замечательный опыт, который мы получили. На этих тренированиях родилась у нас новая команда, обновленная, и я считаю, очень сильная. Поэтому все получили незабываемые эмоции, и все произошло замечательно. Спасибо. Опыт проведения спортивного студенческого форума Союзного государства у Бреста есть. В 2012 году здесь уже принимали молодых атлетов двух стран. Нынешние соревнования в очередной раз доказали, что гостеприимному и спортивному городу над Богом по плечу принимать соревнования самого высокого уровня. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Заметили ли вы, что Брест уже готовится к встрече Нового года и Рождества? Конец ноября. Правда, зимы еще не чувствуется. На улице ветрено, неуютно, немножко холодно. Одним словом, погода созданная для горячего чая или кофе, вкусного обеда или ужина. Приятной компании. Современный городской житель уже давно привык встречаться с друзьями, проводить деловые встречи, конференции, семинары в ресторанах или кафе. Обстановка располагает. Именно уютный интерьер, разнообразное меню и приветливый персонал привлекают постоянных клиентов в кафе Веста, которое расположено в одноименном отеле в центре Бреста на улице Крупской, 16. Заведение отличается особой атмосферой, доступностью и открытостью. Здесь рады каждому посетителю. На днях в кафе прошла дегустация авторской кухни от шеф-повара. Исследовать изыски меню и услышать впечатления посетителей в Весту отправились и наши корреспонденты. За окном пасмурное морозное, а в кафе Веста уютно, тепло и вкусно. Атмосфера тишины и спокойствия, камерного уединения. Классический интерьер располагает к приятному и непринужденному общению с друзьями и любимыми. Администраторы и официанты сделают все возможное для того, чтобы вы почувствовали себя комфортно. Они готовы помочь с выбором блюд, подбором напитков. Разнообразное меню, уютный зал и приветливый персонал – основа любого хорошего кафе. Веста тому подтверждение. Это одно из лучших мест как для романтической встречи или семейного праздника, так и для торжественного гала-ужина. Приятная музыка, вежливые и внимательные официанты, вкусные блюда – это все то, за что любят нас наши гости. Кафе начинает работу с 7.30 утра. Мы всегда рады предложить на завтрак шведский стол, по будням в обеденное время ланчмелю, а для своих маленьких посетителей – детское меню. Если же вы желаете заказать банкет в нашем заведении, для этого вам только нужно определиться с датой мероприятия и согласовать с нами само меню. Все остальное мы сделаем сами. Опыт работы нашей команды гарантирует проведение вашего мероприятия любого на высшем уровне, будь то свадьба, юбилей, фуршет, корпоративная вечеринка. Для небольших компаний мы предлагаем банкетный зал, вестимостью до 15 человек. Общий зал позволяет разместить 50 персон. Шеф-повар Юлия Яцкевич – это основная доминанта. Своеобразное ядро кафе «Веста». Именно от нее зависит, какой бал поставят клиенты приготовленным блюдом, насколько высокой будет признана кухня. Все готово. Это уже не первая дегустация блюд от Юлии. Она повар опытный, но волнение, тем не менее, присутствует. Многие рецепты уникальны. Ее собственного приготовления уже сегодня они относятся к категории фирменных. Свины и медальоны в гранатово-вишневом соусе, салат «Веста» и салат из рукколы с креветками, говядина нежная и семга в медово-горчичном соусе. Меню кафе «Веста» сочетает в себе лучшие традиции классических рецептов и интерпретацию в духе современной эпохи. В нем представлены хиты белорусской национальной кухни, европейской и русской. Меню кафе «Веста» удивит наших гостей прекрасным разнообразием блюд – белорусской, а также европейской кухни. Сегодня мы представляем шикарную возможность продегустировать наши новые фирменные блюда. Классические блюда готовятся на высшем уровне. В каждое вкладывается частичка души, любви, фантазии и экстравагантности. А потому они гарантируют гостям максимальное удовольствие от еды. Настолько впечатлило и сам прием, и сегодняшнее блюдо – салат «Веста», салат из морепродуктов, медальоны, ну вообще говядина. Настолько блюда вкусные, что, как говорится в жизни, тот, кто потерял чуть-чуть, он еще не потерял все. Я считаю, что тот, кто сегодня не был на презентации, он потерял многое. Действительно, самое главное в ресторане – хорошая еда. В «Весте» это гарантировано. Каждое блюдо подбирается максимально продуманно, готовится только из самых свежих и качественных продуктов. При этом проводится грамотная ценовая политика, что гарантирует идеальное соотношение цены и качества. Кафе «Веста» обладает безупречной репутацией среди ценителей высокой кухни. А поэтому здесь много довольных, постоянных клиентов. Здесь какой-то определенный дух живет, куда хочется возвращаться. Ну и, конечно, кухня. Кроме замечательной европейской кухни, это и рыбные блюда, и салаты, и закуски замечательные. Очень хочу почекнуть, как все белорусы, я обожаю белорусскую кухню, и она здесь просто замечательная. Высокий ранг хорошего обслуживания мы уже привыкли ценить. И нам хочется возвращаться именно туда, где мы можем получить то, что нам нравится. Поэтому от души всем советуем приходить сюда. Приглашаем жителей и гостей города Бреста в отель «Веста» и одноименное кафе. У нас комфортно, уютно, вкусно и с нами надежно. Вам не придется его долго искать. Улица Крупская, 16, гостиница «Веста». Приходите и убедитесь в этом сами. Сотрудники кафе всегда рады быть частичкой незабываемых моментов в вашей жизни и ежедневно создавать сказку для вас и ваших близких. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды на нашем канале вас ждет немало интересного. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 26 ноября погоду на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. В Бресте в воскресный день будет пасмурно и облачно. К комфортности дню не прибавит северо-западный ветер. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше нуля. В начале рабочей недели в понедельник, 27 ноября, сохранится влияние фронтального раздела, медленно смещающегося с центральных районов нашей республики на восток Беларуси. В областном центре осадков синоптики не прогнозируют. День будет отмечен облачностью и западным умеренным ветром. Температура воздуха в ночные часы составит 1-3 градуса, 2-4 со знаком «плюс» максимальный фон дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова